здравствуйте друзья у нас светлый праздник в доме у наташи троица да значит наташа давай пару слов про троицу мало кто знает что это ой сегодня попали мы в церковь в русской церкви ходили служба очень длинная была в монтере есть русская церковь и священник ведет на русском и на английском языке сразу да он он хорошо говорит по-русски по-английски потому что он рожден был в канаде и в русской семье естественно английский язык знает тоже хорошо да в общем мы обожаем эту церковь у меня муж там был крещен и да вот вот он не года три назад до этого кем был католиком да католиком был да и вот служба очень большая даже мне нам пришлось становиться на колени да вот это единственный праздник по моему за весь год троица тоже когда ты там кла и кланяешься становишься на колени и все становились на колени включая моего мужа который а на полу что было в этом а на полу ничего не было полы были то есть прямо на каменный пол но не каменный пол а там паркет 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 хорошо значит ну эту часть мы поняли теперь давай про праздник троицы давай что случилось то из-за чего гуляем просто вот давно вас не видела нет 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 православные чего отмечают православные отдавать и луча рича да спросишь он это больше понимает знает потому что я вот чисто вот так как мы привыкли ходить туда пошел пришел знаю упасть надо упала стать надо встала я почитал я поскольку человек темный я сегодня почитал разные источники но от википедии она такая более сухо про религиозный аспект рассказывает а там есть какое-то место такое где собирают там из разных мест и вот там рассказывать в частности там была такая мысль которая мне очень понравилась вот я считаю что она большое значение имеет и за пределами праздника троица если это правда но вот там было написано что вот когда молится в этот день нельзя у бога ничего просить его благодарить на поэтому поводу есть они города тогда но я даже не знаю как по этому поводу есть анекдот как притча даже притча как протестантская проповедь вот на небесах живут два два ангела так и вот один вверх-вниз вверх-вниз мотается другой сидит и скучает да ты че мотаешься так ангет ну ты понимаешь я богу отношу заказы и от людей которые что-то просят и я ему несу туда прямо на небеса этот заказ а ты че сидишь а я отношу благодарность так что вот как то этот это как притча это как притча что давайте не забывать благодарить бога за то что мы имеем поэтому вот по этому поводу думаю мы соберемся сегодня выпьем честно сказать каната сказал сидят на небе два я у меня внутренне я вздрогнула и по ночи сидят на небе два еврея два ангела да да и вот такая интересная притча мне очень нравится иногда мы поднимаем тос из-за того ангела который скучает давайте очень в тему давай может быть пару слов вот вот эти вот початки что-то сделала с кукурузой а это вот запекается на барбекю мне кстати еще там обгорает барбекю я думала ты ричард делает на гриле да 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 вот берешь потом раскрываешь и именно это не то чтобы на троицу нет это вообще мы делаем барбекю смотри вот она какая сочная берешь сразу раз на тарелочку чистенькую складываешь и все то есть вы просто запекли на углях не на углях барбекю покажу там еще нет газовая это уже это уже вот ой-ой-ой курка нет курка 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 ребята как пахнет подожди подожди запах этот аромат потрясающий что это специи какие-то да это специи это вот ой-ой-ой-ой-ой ты же что на камеру гонишь думаешь они так почувствуете друзья друзья из лучших чувств но понятно что вам это это что-то невероятно и смотри вот такого в жизни не нюхал смотри вот она они режут пополам видишь тоненькая получается да 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 они то кто они то кто в мексиканском магазине а и купила готовые уже я это купила они специи туда сразу бросают я чисто ежеврю твоя роль в отношении этого какая жарила сырое оно сырое я вот я не знаю что она взяла в мексиканском магазине вот это все вот это на самом деле мы с лёгкой руки тоже там заходим да сметана вкусная да 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 она как домашняя с базара там 7 и 8 и желтенькая такая хотите желтенькая если вы не знаете что такое мексиканский магазин или просто хотите перекусить на халяву сходите в мексиканский магазин вам все тут попробовать и сырочка там два десятка сортов и сметанку 7 8 сортов по чайной ложечке мы будем хорошо покушать будем смотрите ребра переворачиваемся на это ребро готовы это я кинула на барбекю так надо давай давай я знаю что ребра довольно долго готовится их надо в фольге сначала запекать а потом вот это я их жарить там улья так друзья вот у нас ребра в фольге как положено ребра какие чьи ребра хоть оу кошерную ё-моё 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 пока курочка мы начнем обиди меня вот это она посыпана специями вот это я она чем обычно перец и соль вот это вот сверху такая прямо как курочка какая то сейчас проверим купила такой шмат который ой который называется грудка это грудка ребрышки нато ребра грудка она чуть-чуть да 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 и все это ребрышки вот анатомический сеанс друзья ну когда-то я понюхаю щас нюханю я рукой загребаю немножко ты знаешь не могу скажем как-то сильно пахнет в отличие от дамур там больше курка потрясаю что это еще должно может быть а я сейчас сделаю броил чтобы она поджарилась немножко то друзья 3 гриль твой это барбекю барбекю у тебя два отделения внизу нет ни сверху получается сейчас на режиме обгорания чтобы от него жаром прет то есть чтобы решетка обговорю чему разу почистил так щёточка понял понял вот как в парке какой-то а вот справа режим подогрева если если допустим надо готовишь ставить чтобы в теплом теплое было так хорошо просто как столик дополнял у вас там бизнес по производству удобрений что как совсем закрывался закрыл сюда у нас просто магазин или вся фирма закрыл так давай я твой дворик так сниму вот где-то где твои собаки все собаки ушли на пляж мне это напоминает анекдот такой был советском союзе спрашивают как зовут собаку рейгана как роналд да я знаю вот это вот это шо когда злится он берет вот эту и вот эту подушку вот и все это здоровенный бугай который конечно он же большой вырос да вы партии здесь партии устраиваете ну да устраиваем да вот ждем наверно не знаю как лето туда-сюда в августе придется большую партию устраивать чего приезжают на и сотрудники бывшие до сотрудники оттуда до туда добычу из университета два профессора сын твой где какой который собирал еще не приехал он будет после них даже если ему дадут разрешение на въезд то наверное ему придется подождать до 20 после 22 августа потому что у меня с 15 по 22 будут присутствовать гости но хорошо лика поставлены вам получил уже визу все делали не визу вот уже все документы отправлены в айнс сообщила что уже направили в посольство так вот наталья бы соединяет сына с семьей сколько лет сколько лет здесь чуть ли не 20 лет я его вот это ждала ну то жена дети у него теперь жена дети двое детей ну то есть вот такая вот просто почему потому что когда я приехала сюда у меня еще не было green card и пока вдали green card потом ему уже было свыше 21 года я его привезла за два месяца до 21 года потом получается я получил green card а ему не дали его спасали в очередь потом когда у меня была green card он стоял в очереди как у мамы green card и он здесь живет потом когда я поменяла статус получил гражданство его поставили в конец другой очереди понимаешь и вот каждый раз у получил или нет он нет еще это я получил потом я планирую это на воссоединение просто когда-то он имел green card он ее не было не было вот он не успел и не дон уехал в украину и и так там и остался да 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 но он они не получал green card он то стоял на очереди я понял то есть он мог получить так 20 лет назад green карту но он не стал дожидаться уехал может быть даже не 20 лет назад а вот какой там период нужно было ждать в очереди а может быть даже здесь бы он стоял и получал то же самое время да не может быть 20 лет таких сроков нет потому что у меня статус меняется понимаешь нет гражданка сколько лет гражданка тоже уже лет 15 ну ладно ждем потому что у них есть разные очереди он смотрит наш канал правильно да 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 он смотрит он здесь в начале никуда не уезжал бы все получилось как положено ну ничего зато теперь и жена и дети да да зато и внуки у меня есть чудесно наша давай мы собачка и чарликом прощаемся да ну я думаю что мы не будем ждать следующей троицы мы так как-нибудь между двумя найдем время быстрее да да счастливо пока пока